Мы вместе, Перле. Так звучит девиз добровольцев, помогающих людям в условиях ограничений из-за коронавируса. На призыв в Рио главы Чуваши откликаются и жители республики, и предприятия, и общественные организации. Работы у волонтерского центра столько, что помощь нужна и самим волонтерам. Алло, здравствуйте. Анна Петровна? Да. Здравствуйте. Вас беспокоят из волонтерского центра. Меня зовут Полина. Я вам звоню по поводу заявки на овощной набор. Так, посмотрите, в течение недели волонтеры доставят вам овощной набор. Там будут огурцы, помидоры. Это совершенно бесплатно. Спасибо. Угу, хорошо. Большое обрадование. Таких обращений в день приходит более 250. Они поступают на специальный интернет-ресурс. Волонтеры обрабатывают каждую заявку. Уже вторую неделю волонтеры ездят по адресам, доставляют лекарства, медикаменты, продукты, которые просят у нас люди. Три волонтерских штаба и более 400 тысяч человек. И эти цифры растут с каждым днем. Полина Андреева уже больше года в рядах добровольцев. Признается, сейчас труднее всего. Очень много, к сожалению, одиноких бабушек, которые просят продукты привезти. Потому что приезжаешь и действительно понимаешь, что некому. Вот она одна, она уже плохо ходит, ей уже много лет. И, конечно же, такая помощь очень нужна. Нужно помогать и хочется помогать. Потому что, когда видишь эти эмоции, что люди благодарны, конечно, ты очень трогаешь сердце и понимаешь, что не зря живешь. Между тем, волонтеры рискуют практически так же, как и медики находятся на переднем крае борьбы с эпидемией. А значит, и сами нуждаются в средствах защиты. Благотворительный фонд «Будь чудом» выделил 150 тысяч рублей на нужды волонтеров. Индивидуальный предприниматель Камзина привезла в волонтерский центр медицинские маски и халаты. Компания «Чеп-Опт» передала тысячу пар медицинских перчаток и 100 защитных костюмов. Мы увидели обращение главы республики Олега Николаева с просьбой к бизнесу, к малому, к среднему, с помощью для наших медиков, для населения. Но мы не смогли просто пройти мимо страной. Также призываем другие коммерческие организации поучаствовать в подобные акции, потому что мы все должны помогать друг другу. И взаимопомощь, она всегда нужна. И все вместе мы справимся с этой сложной ситуацией. Вызвать волонтера можно по горячей линии. Номер вы видите на экране. Стать добровольцем или предложить помощь все желающие могут на портале вместе.кап.ру. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика.